Должен бы сказать всем привет. С температурой стою. Лежал под капельницей в раздевалке. Чтобы понимали, что это было не пижонство, что я сидел. Старт плей-офф Лиги Чемпионов для Казанского Зенита состоялся 13 марта в польском городе Гданьск, где местный трефл принимал действующего чемпиона турнира. 12-тысячную эрго-арену с учетом закрытых верхних ярусов заполнили чуть меньше 5 тысяч зрителей. Хотя визуально их казалось намного больше. Ты видел этот зал, ты видел этих болельщиков. Команда, вот в своем зале не хуже Кемерово, я считаю. Вот сегодня она это показала. В стартовой шестерке у казанцев появились Андерсон Гапет, Михайлов Будько, Вольвич Самойленко и Валентин Кротков на позиции Либера. А вот Алексей Вербов в этот вечер, по сути, должен был исполнять обязанности главного тренера, активно работая на скамейке и во время тайм-аутов, подменяя приболевшего Владимира Олега. С температурой стою. Лежал под капельницей в раздевалке. Чтобы понимали, что это было не пижонство, что я сидел. Казанцы начали встречу практически идеально. Михайлов набрал 8 очков, плюс неплохо сработал блок и летела подача. Поляки же ошиблись 6 раз за сет. Тем не менее, уступая 24-14, хозяева смогли превратить их в более приличные 25-19. Начало второго сета осталось за поляками 9-6. Казанцы отыгрались за счет подачи и повели плюс 3. В равной концовке не идеален был негапет. А волейболисты Трефла, в том числе благодаря невероятной поддержке трибун, показали 61% в атаке. А Мачи и Музай, набрав 6 очков, выиграл сет для хозяев 23-25. Хозяева на подачах Рубена Шота выиграли 6 очков подряд, поведя 14-6. Шутка, но в этот момент тренер сам выпустил себя на площадку. Вербов сменил неидеально отыгравшего Кроткого, а управление командой взял в руки Владимир Олегов. Отметим, что Алексей Игоревич сумел стабилизировать прием и добавить в защите здорово, отыграв встречу. Зенитовцы же серии подач сначала от Нгапета, а затем от Вольвича зажгли на табло уже минимальные 15-16. Угданська продолжил феереть прыгучий Мачи и Музай с 8 очками за сет. Ровно столько же на счету Михайлова. Казанцы сравняли счет на 20, после чего Нгапет подал на вылет. Вольвич забил первым темпом, а Михайлов поставил точку. 25-23. Они играют очень хорошо против нас, и это не было легко, поэтому я счастлива за команду. В середине третьего сета, когда мы как раз горели, там Романович вышел и просто сказал, делай это так, сейчас делаем все в обратную сторону. Я вам сейчас сказал, что после Григория Романовича тактика сработала. Хозяева вновь боролись, не обращая внимания на статус соперника, при этом чувствуя за спиной поддержку болельщиков. Зенитовцы имели преимущество плюс 2, но досадная ошибка и вновь яркая концовка от Музая зажгли на табло 23-25 в пользу хозяев. Они сегодня принимали, они сегодня хорошо связующий на их поставок. Не то, что мы видели, на самом деле, два дня назад, не то, что мы видели по видео. Это действительно была одна из самых драматичных по сценарию игр последних лет. Укороченная партия могла сложиться совсем иначе. Хозяева сразу же оформили два брейковых мяча на подачах того же шота, добавив к ним еще три эйса, 6-10. Но в очередной раз действующий победитель турнира проявил характер. Михайлов и Нгапет добыли брейковые мячи, а Вольвич набрал 13 очков, поставив важнейший чехол, который сравнял счет на 12. Да не, у меня сегодня-то видел сколько, я помню, 3 или 4 блока так повстал. Это не линия за меня была, на самом деле. По всем разборам был первый темп, а АП-4, не в два. И в итоге получилось так, что я мимо просто пробегал, руки поднял. Он там, видимо, сам офигел. И мы там все офигели. Но прикольно получилось. После чего на аванс-сцену вышел Эрвин Нгапет. Девятый номер казанского «Зенита» провел достаточно средний матч с показателем полезности лишь плюс 4, набрав при этом 16 очков. В самый нужный момент Эрвин оформил 2 эйса подряд. 14-12. Да, не, он играет в своем стиле. Он тоже там говорит, что-то говорит, устал в пятой партии. Я такой, да, Эрвин, не устал, типа нормально. Он ходит в 3 эйс и говорит, я говорю, Эрвин, всегда так вставай. Мэтью Андерсон наколотил 20-ку. А самыми результативными игроками матча стали Максим Михайлов и Мачий Музай, набравшие по 27 очков. «Зенит-Казань» вновь сумел перетерпеть спад по ходу игры. Переломил встречу, завершив ее волевой победой 15-13 в пятом сете и 3-2 в матч. Ничего у нас не случилось. Мы выиграли, победили. Это был самый сложный матч. Рабочая победа, хорошая была игра. Ничего не случилось. Мы едем домой с победой. На это и есть объективные причины. Вот играем пока так, к сожалению. Слава богу, что побеждаем еще. Каждый знает, где ему что доделать, доработать. Что содержанием игры может быть вряд ли довольное. Какая получилась игра по эмоциям, по нокалам. Та же третья партия, она дорогого стоит. Сейчас пятую партию вытащить. Сегодняшним результатом я очень доволен. Я счастлив, мы летим домой. Казанцы сразу же после игры вернулись домой с недельного турне с двумя победами в активе. Теперь для выхода в полуфинал Лиги Чемпионов зенитовцам необходимо выиграть хотя бы два сета в домашнем матче, на котором мы ждем вас 19 марта в 19 часов по московскому времени в центре волейбола Санкт-Петербург. Но до этого 17 марта в 17 же часов по московскому времени в гости к зениту приедет Красноярский Енисей. Крутого волейбола много не бывает. Ждем вас на домашних матчах лучшей команды Европы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова